Наука и технологии на телерадиоканале Страна ФМ Многие-многие другие интересные вопросы Вот на них мы постараемся ответить как раз в этом часе Итак, прямо сейчас на стороне ФМ Программа наука и технологии В гостях у нас преподаватель-методист Московского центра технологической модернизации и образования Тренер по спортивной робототехнике Марат Арарат Исаев Марат, привет, добрый день Я нигде не ошибся, все правильно сказал? Все верно Все звания, регалии, отлично Слушай, спасибо, что пришел Действительно разговор очень интересный Потому что мало об этом кто чего знает А это интересно, потому что за этим будущее, как мне кажется Давай начнем с простого все-таки Что такое робототехника? Вот простыми словами для простых слушателей и зрителей Итак, робототехника это автономное устройство То есть то устройство, которое работает по заранее заложенной программе И то есть оно ориентируется То есть анализирует ситуацию, которая происходит вокруг этого объекта Для того, чтобы принять то или иное решение То есть в принципе человек создает подобие себя вот в такими разными формами Слушай, ну если говорить простыми словами Если я, допустим, в своем собственном доме или в своей собственной квартире Запрограммировал мне один пульт на несколько гаджетов, скажем Я уже робототехник фактически? Абсолютно верно То есть один из самых простых роботехнических механизмов Это стиральная машинка Стиральная машинка Это СВЧ-печь То есть все то, что где мы пишем программу Оставляем этот предмет работать И он работает без нашего участия То есть мы закинули, допустим, в стиральную машинку белье Нажали, там, крутится столько-то оборотов Нажали кнопку пуск и ушли Собственно говоря, двигатель дальше все делает за нас Или наоборот, вот заводят на обычный телефон Все верно, да И все уже То есть робототехник не такая далекая вещь от нас, как казалось Совершенно нет Это перспективно И что самое главное Люди-то всегда будут использовать в повседневной жизни И в современном обществе В дальнейшем это будет только развиваться Слушай, а скажи мне, пожалуйста С каких пор, как давно робототехника стала учебной дисциплиной? Значит, учебной дисциплиной относительно недавно То есть, скорее всего То есть можно сделать такой вывод Что с 2008 года То есть когда появился конструктор LEGO Mindstorm Образовательный конструктор Для того, чтобы на нем можно было что-то запрограммировать То есть помимо того, что что-то собрать Еще написать программу И эта программа будет выполняться Вот с этого времени То есть как бы это был первый толчок к тому Что мы делаем именно образовательную робототехнику То есть сначала мы попробуем запустить механизм А потом уже дальше как бы Мы начинаем на него что-то накручивать Ну и так вот она стала именно учебной дисциплиной Слушай, ну вот если говорить совсем простым языком Есть робот, условно говоря Назовем его так, да? Все-таки он состоит из двух комплектующих Это железо Абсолютно верно И это софт Да Вот робототехник к железу имеет прямое отношение А софт это уже другая область Это тоже То есть мне же нужно знать, что я программирую То есть что находится внутри Какие там датчики находятся Какие адаптеры Все это нужно понимать И именно поэтому, то есть Ну все действительно абсолютно верно То есть сначала я собираю Потом я вношу это в программу Вот, заношу туда И анализирую то, что он делает То, что он выполняет с помощью своих датчиков То есть он анализирует ситуацию Я уже начинаю его там корректировать Меньше скорость, больше скорость Чтобы он реагировал на какие-то цвета Или наоборот не реагировал То есть все вот это вот То есть это и есть образовательная робототехника Именно в широком смысле В широком понимании Ну то есть получается этот человек должен быть еще хорошим программистом Айтишником и так далее На самом деле, да То есть есть разделение То есть допустим, что у нас В робототехнике есть конструктора Есть программисты Но это не так Робототехник это вот именно тот Кто собирает это все воедино И он в этом реализует себя И пытается запустить какую-то, допустим Для исполнения определенных задач А вот здесь я вдруг понял, что это сложнее Чем запрограммировать, допустим Какой-то сложный утюг или стиральную машину Ну сначала Сначала же нам кажется, что все просто Как бы, а потом уже Мы начинаем уходить в дебри Говорим мы сегодня о роботах О робототехнике Ну это совсем вкратце А шире, конечно, мы эту тему раскроем Чуть позже В гостях у нас, напомню Преподаватель, методист Московского центра технологической модернизации Образования Тренер по спортивной робототехнике Марат Арарат Исаев Марат, мы закончили вот на чем По поводу обучения Да, как все это происходит Из каких лет вообще дети обучаются Или это уже не дети Более-менее взрослые люди Хотелось подробностей об этом узнать Итак, значит Само обучение вообще состоит Из нескольких этапов То есть, допустим Сначала к нам приходит ребенок Вот, и То есть Возьмем первый класс То есть, как бы Родители хочут Запихнуть своего ребенка И говорят так Вот, сейчас он прям юный инженер Будущий Илон Маск Первое, что нам нужно Это, во-первых Чтобы он читал Вдумчиво читал А второе Это то, что он Что-то хотел собирать Потому что есть же Как бы Разные направленности детей Вот И Поэтому Начинается Сам процесс обучения Со второго класса Когда он более-менее Знает компьютер Когда он более-менее Умеет уже вдумчиво читать То есть Может прочитать какую-то Команду Или программу И запустить ее И Соответственно То есть Все Образование У нас строится Вот именно Со второго класса И дальше До плюс бесконечности То есть Сначала он Собирает маленьких роботов Потом чуть побольше И уже С шестого класса Мы можем его пригласить Там, допустим На автоматику Это Пайка Вытравливание плат Прошивание чипов И К Десятому Одиннадцатому классу Он у нас становится В принципе Уже более-менее Подготовленным инженером Слушай А хотелось подробности узнать Вот пайка Мне это понятно Что там еще было Вытравливание плат Давай Раскрой Вот этим Пошире Это вот Всех есть там Какие-то устройства Внутри этих устройств Находятся Вот эти вот Зеленые платы Это есть Плата А вытравливание То есть Я делаю эту плату Потом на нее клепаю Соответственно Разные резисторы Транзисторы Чипы И я уже начинаю Вносить программу Вот в эти чипы Слушай Ну это получается Что вот дети В данном случае Обучающиеся Да Вот этому делу Они практически с нуля Все делают Да Да Конечно Прям вот с самых-самых Азов И доходя уже До конечного результата Конечно Конечно Ну это же не А есть школы Какие-то Или учебные заведения Где это обязательные дисциплины Или все это На уровне факультатива Это все сейчас На уровне факультатива И пытаются Некоторые школы То есть И в Москве И в разных регионах Сделать инженерные классы Где у них Происходит То есть допустим У них есть конструктор Там для примера Fisher Technics И они на основе его Пытаются дальше Что-то придумать В плане того Что как нужно правильно Там механизм собрать Потом дальше Они начинают уже Как раз проходить Транзисторы Резисторы и так далее Но это именно класс То есть один инженерный класс То есть школ Я пока как бы С таким уклоном Не встречал Я не думаю Что они прямо Супер нужны Как бы для начала Давайте сделаем то Что уже есть Слушай А ты сам вот лично Общался с такими детьми Да конечно А вот какие бы ты качества У них мог отметить Когда вот ребенок приходит И ты например видишь Что ну вот Ну никак из него Ничего не получится Хотя бывают примеры Когда человек двоечник А потом он делает Какой-то потрясающий рывок И становится практически гением Самый яркий пример Как бы любой вопрос Как узнать Ребенок будет инженером Или допустим Как бы другая специальность Ему светит Вот кстати да Технари или гуманитарий Да Ну например Значит Самый простой тест Заключается в том Что мы даем конструктор И ребенку нужно собрать Какой-то движущийся предмет Самый стандарт Это машинку То есть есть колеса Есть что-то еще И он собирает И говорит так Вот запусти Чтобы она просто поехала И если он собирает То есть происходит Движущая часть Механизм двигается Тогда это инженер Если ребенок собирает домик Там что-то еще Ну то есть как бы Это уже больше В архитектуру Или в дизайн То есть как бы инженер Он хочет увидеть Именно движение Последующее Для него вот это Очень важно То есть механизм Какой-то разобрать Он собирает там Подъемные экраны И вот это и есть Самый явный тест Того что Будет ребенок инженером Или все-таки Может присмотреть Другую специальность Слушай Марат Объясни пожалуйста Я не совсем понял Если это проходит В обычной школе То теории вы даете Это понятно Теория она Ребенок собирает Допустим В школе И здесь Это как раз Тот самый предмет Который у нас Не теоретический Он реально практический То есть мы каждый раз Там какой-то механизм прошли И мы тут же его склепали Собрали и сделали Мы увидели Что произошло И сначала Вот эту базу Они проходят там В школе Или допустим В каком-то доп. образовании А дальше Они могут пойти В тема центр Они могут пойти В какой-то из кванториумов Которые сейчас По Москве и по России Вообще открываются Массово И там уже Что-то более массовое Или конкретно собрать Для, например Творческой категории То есть Сейчас наше государство Очень хорошо В это во все вкладывается И продвигает Так что сейчас В этом плане Все отлично В гостях у нас Преподаватель Методист Московского центра Технологической модернизации Образования Тренер по спортивной робототехнике Марат Арарат Исаев Марат О роботах мы говорим Ну так проще Можешь сказать? Да, конечно В общем, чтобы было всем понятно Друзья, если у вас есть к Марату Вопросы, пожалуйста Оставляйте их в нашей группе ВКонтакте Там есть специальный пост Ну и как всегда Вот сапфайбер Или обычные сообщения Плюс 7909-928-189-9 Добро пожаловать Марат Мы остановились На учебном процессе Там же какой-то закон Недавно вышел Да В 16-м году То есть 30 марта В 16-м году Вышел закон 336 Это закон о том То есть Это закон Министерства образования И он о том Что в школах Должны быть профильные классы То есть То, о чем мы говорили чуть ранее И в этих профильных классах То есть Установлено государством Что должны быть базовые наборы По робототехнике И оборудование Для соревновательных И вот я сейчас даже могу Немного пролистнуть Для соревновательных И творческих категорий Собственно говоря То есть Министерство образования Сделало такой шаг Именно для того Чтобы наш процесс Образования То есть Именно в области робототехники Стал наиболее лучшим Подготовленным То есть Это очень хорошо Ну это на самом деле круто же Это потрясающе А вот скажи Ты как методист Ты все-таки за то Чтобы вот эти знания Давались избранным людям Которые действительно К этому имеют Какие-то стремления И способности Или это должно быть Все-таки дозировано Но для всех Это для всех То есть Как бы мы кому-то дадим Телефон А кому-то не дадим Но у телефона Другая история Тоже как стиральная машина Вот Поэтому нет Конечно же Это для всех Это Это отличный предмет То есть Допустим Как информатика В школах Так же сейчас Она развивается И как робототехника Вот И совмещенные Вот эти предметы То есть Они дают Новый взгляд То есть Именно хотя бы то Как работает процесс То есть Как внутри Допустим Телефон Куда память у нас девается Что то Что мы когда-то Выкинули в интернет Оно никуда не денется Потому что Оно останется там Вот И Все вот эти процессы Объясняются не только На уроках Именно IT-технологии И информатики Но и на уроках Робототехники Они видят это Вот в прямом В прямом эфире Если можно так сказать Ну а потом еще же Много плюсов получается Да Допустим Как вот чтение-чтение Но оно тренирует память Да Лучше чем все остальное Так и здесь Логическое мышление Развиваете Логическое мышление Мелкая моторика рук То что вот Мы же собираем Разные детальки Пространственное воображение То есть как бы Мы должны прочитать схему Которая у нас Находится в 2D А ребенок И любой инженер Он ее видит Именно в 3D То есть как она будет С другой стороны Вот Поэтому как бы Плюсов очень много Слушай А вот если родители Хотят отдать Ребенка Да Заниматься вот робототехникой Ты говорил 6-7 лет Ну с первого класса Да Да Ну вот сейчас бытует мнение Что допустим Иностранным языком Отдают чуть ли не в год Чтобы одновременно Учил и русский И будет второй Как родной практически Здесь есть такой вариант Что вот прям Вот с ранних лет Ну я не знаю Не с года конечно Ну с 3-4 Ну если с языком Есть такое понятие Как сенситивный период Куда нужно попасть И тогда ребенок Действительно Может знать легко 2 языка Или там 3 Да Потому что там и память По-другому еще работает Совершенно Вот А здесь Я не могу этого сказать Что допустим Вот если мы пойдем В какой-то период То все будет хорошо Начинают занимать дети Как и со второго класса Так и там С шестого приходят И им интересно Самое главное Если это интересно Оно все будет заходить Отлично То есть тут нужно Именно чтобы Ребенок хотел этого Чтобы у него Даже Может быть сложно Но получался И что самое главное Результат он видит сразу То есть он сразу увидит То что оно заработало Не заработало Что-то не там пошло Или наоборот В ту сторону То есть Это недолгий процесс ожидания Как допустим В тем же самым языком Ну в общем здорово Хорошо Отдавайте своих детей Пожалуйста Учиться друзья Мы продолжим очень скоро И к вам вернемся На стране ФМ здесь Друзья Еще раз добрый день На телерадиоканале Страна ФМ Программа наука Технологии В гостях у нас Преподаватель методист Московского центра Технологической модернизации Образования Тренер по спортивной робототехнике Марат Арарат Исаев Марат Еще раз добрый день Интереснейший разговор Сегодня все узнали много нового И впереди у нас Еще огромное количество времени Хотел спросить Вот что Нас же интересует Прежде всего наша страна Великая и могучая На каком уровне У нас робототехника Находится вообще И в частности По сравнению С другими Великими державами Итак Ну по сравнению Допустим С другими державами Тут нужно разделить Во-первых Какие мы рассматриваем Отрасли робототехники Если говорить Про космическую робототехнику Тут мы впереди Планеты всей Луноход Который На Луну запустили Запустил Советский Союз Причем он должен был Отработать 3 месяца А он отработал 7 месяцев То есть Что делал данный луноход Он просто находился То есть рисовал карту И засылал информацию Оператору А оператор соответственно Едем туда или туда То есть это управляемая машина Мы впереди всех Буран Мы посадили Опять же тоже Управляемый Он взлетел Сделал виток Вернулся Без человеческого То есть внутри Не было людей То есть это только Роботехнические механизмы Какие-то отработаны И управляемые механизмы Если мы говорим Допустим Про Технологии Которые инженерные То есть тут конечно же Это Германия И Япония Две страны Которые Поставили Всю инженерную мысль И всю Весь Технический прогресс На обслуживание Своего Ну скажем так Автопарка Потому что Самые лучшие машины Сейчас это Немецкие Японские Потому что Там есть Инженерные технологии В плане Рука Кука Лента потоковая То есть они Первым к этому пришли Ой слушай А можешь Сразу по горячим Следам Рука Кука Это что Они все просто знают Значит Рука Кука Звучит красиво Конвейерная лента Которая Которая я думаю Все видели по телевизору Казовые плиты Программируют Для того чтобы В дальнейшем Внедряться То есть Эту технологию На заводы Вот у нас же Сейчас собирается Рено Технопарк Вот и там же Там же все это Программируется Именно с помощью роботов Слушай а в ближайшем будущем Вот та же Что-то мне понравилось Рука Кука Это промышленная штука Исключительно Или возможно Что в ближайшем времени И дома у каждого Будет стоять Рука Кука Я не знаю зачем Но что-нибудь будет делать Полезное для человека Вообще В бытовом каком-то Таком разрезе В бытовом То есть как бы Ну сейчас смотрите Это все идет На рассмотрение То есть Технология Сама по себе То есть что она делает Она вступает В нашу жизнь А как мы ее будем использовать Это уже зависит От самого человека То же самое Телефон изначально У нас был просто Средством общения и связи А то что сейчас Там камера стоит Разные приложения есть И гаджеты И так далее То есть смысл в том Что он расширил Свои возможности И стал более интересным То есть он стал Чуть больше Чем исполнение Только для связи С другим человеком Друзья Напомню У нас в гостях В гостях у нас Преподаватель Методист Московского центра Технологической модернизации Образования Тренер по спортивной робототехнике Вот еще Спортивной хотел тебя спросить Чуть позже Это будет обязательно Марат Арарат Исаев Мы вернемся к вам Через несколько минут Мы закончили На чем? Я вылетел из главы уже Я хотел спросить Вот о чем Мы говорили о нашей стране О наших успехах И хотел спросить Вот о чем Почему спортивная робототехника? Почему такое название? И чем она отличается Если отличается Да Значит Обычная робототехника Это Мы собираем что-то И что-то программируем То есть все достаточно просто При этом мы изучаем Какие-то механизмы И какие-то программы То есть Ну там Для примера Переменные массивы Ну Это просто так Это не просто на самом деле Вот А что соревновательно? Соревновательное Начну немножечко издалека Был у нас такой вид спорта Который назывался Спортивное радиоориентирование В чем заключалось? То есть Нагружался человек Бежал куда-то Собирал там Радиоприемник Давал сигнал И если сигнал находится В правильной точке То есть Он его получал Другой оператор Он его принимал И тот бежал обратно Как бы Какой-то на другой точке Смысл в том Что вот как бы Здесь то же самое То есть нужно прийти Собрать Написать программу И запустить Выполнить некоторые задачи Только убираем Как бы Немножечко побежал Вот И что такое Наш спортивное То есть Здесь задача В том Что робот должен Проехать допустим По линии Взять определенный предмет Положить его В определенную ячейку Узнать номер Этого предмета Чтобы положить Потом выполнить Какое-то определенное задание И после этого Вернуться на стартовую Или на финишную позицию И все вот это Это и есть соревнование То есть Кто быстрее это сделает Кто выполнит Максимальное количество баллов Наберет То есть на самом деле Это достаточно сложно То есть Когда Это не Ты ограничен во времени Ты ограничен В некоторых То есть Условия деталей Допустим Или условия вес Размер робота То есть Все вот это вот Оно дает определенное ограничение И Нужно По сути Изобретать новый велосипед Слушай У меня в связи с этим Целый список вопросов Вот сейчас вот появился в голове Значит Какие соревнования Вообще существуют А потом Это растет Ну давай по порядку Вот какие соревнования существуют И каковы наши успехи в них Они же есть Совершенно очевидны У нас очень Очень хорошие успехи Значит Какие соревнования существуют Начиная от разных простых соревнований Вот допустим Для московского этапа Это Мой робот То есть там все очень просто Пришел И Запустил робота по линии Он должен проехать по черной линии Там Робот Сюмо То есть нужно вытолкнуть противника Из определенного круга То есть все Это как бы Очень просто Если говорить про международный уровень То здесь у нас есть Международные олимпиады роботов ВРО Одно из самых именитых соревнований Где именно Вся продвигает лего Вот И там Сейчас На данный момент То есть мы В этом соревновании В семнадцатом году Заняли значит По младшей категории Первое, второе, третье место Россия Дальше По средней категории Первое место По старшей категории Первое, второе место И это На международной арене Волтскилз Буквально вот Недавно был Тоже заняли первое место Джуниор скиллз То есть маленькое Второе место заняли То есть на самом деле Если так рассматривать То мы Очень и очень неплохо идем Слушай, а скажи пожалуйста В этих соревнованиях Принимают участие В основном профессионалы Или учащиеся тоже? Это учащиеся Это все соревнования Для детей То есть детей и подростков И поэтому То То что мы в них Получаем Какие-то определенные Призы То есть призовые места Это Причем я как бы хочу заметить То что Эти призы Завоевывают Не там Москва и Питер Нет, Питер тоже А еще допустим Нижний Новгород Допустим Еще Тюмень Ну Томск, Новосибирск Наверняка Да, то есть те Те регионы Которые бы казались бы Ну вроде бы Не так сильно Но они очень сильно В этом профилируют Ну это здорово Есть чем гордиться Друзья, у нас в гостях Марат Арарат Исаев Мы вернемся к вам Очень скоро Через несколько минут Друзья, наука и технология Продолжается на телерадиоканале Страна.ФМ У нас сегодня в гостях Тренер по спортивной робототехнике Марат Арарат Исаев Марат, хотел спросить Вот еще о чем О международной соревнованиях Мы поговорили уже Слушай, а кто самые грозные Соперники для нас? Самые грозные Ну есть только классический набор Какой-то Да, да Это Япония и Китай То есть две страны Которые Ну для примера Я могу привести Когда я был на международных соревнованиях Как китайские тренера Именно и детей тренируют И вот как они вообще Пишут программы То есть у них дети Запоминают То есть прямо вот с экрана Он посмотрел И он запомнил И он написал Чем минус такой технологии Это тем, что Когда нужно На соревнованиях Есть такой момент Как резкое изменение регламента И сейчас такое очень любят делать Нужно применить Другие качества То есть допустим Программировали мы все время Что у нас будут фишки Допустим Красные и синие И тут резко хобаные Сделали, что они черные и белые То есть И тут нужно перейти То есть переключить Там датчик, там программу Переписать, что-то переделать Запоминание здесь не всегда работает Здесь нужна творческая мысль То есть как это быстро Изменить в программе Какую команду поменять Что вырезать Что наоборот Поставить новое Какое-то То есть разрешение И так далее То есть все это На самом деле То есть очень здорово И меня Именно чем больше Меня радует Тем, что Всегда На соревнованиях Есть какой-то Такой сюрприз Вот И Такой эффект неожиданности Такой эффект внезапности Слушай, ну ты вот упомянул Только что две страны Как наши основные соперники Это Япония и Китай Да Я надеюсь, что те китайцы Которые нас слушают Понимают, что мы не хотим Их обидеть совершенно Но вопрос не могу не задать Тебе С Японией-то все понятно А вот у китайцев все-таки Ну мы же привыкли Да, есть такое мнение Может быть несправедливое Что китайцы-то сами мало что делают У них потрясающая работоспособность Потрясающая дисциплина Но в основном Это вот что называют Под коперочку Да На самом деле так или нет Так оно и есть И это правда То есть тут не надо кривить душой Как бы давайте посмотрим На все продукты Китая Которые они выдают за свой То есть что у них как бы внутри И если посмотреть на начинку Это реально сделано под копирку Причем под копирку Когда уже эта технология стала открытой То есть допустим То, что Китай Некоторые свои машины Свои брендовые машины Допустим там Лифан или что-нибудь еще То есть выдают за Некие варианты То, что это было сделано в Японии Под ту же самую Тойоту То есть это прямо видно И конечно мы можем сказать Что ну это наверное несправедливо То есть это же хорошая машина Она же выполняет свои действия Но к вопросу о творческой мысли Куда она делась То есть как бы тут же нужно Наоборот Еще и еще выдавать То есть видеть новое Слушай, давай закончим на том Что они молодцы Потому что они сделали потрясающий рывок Так или иначе Да, это совершенно верно Марат Если есть у тебя сейчас Что сказать нашим слушателям и зрителям Пригласить куда-то семинары Обучалки какие-то То пожалуйста Можешь это сделать И знаешь Могу пригласить в темоцентр Где мы преподаем Где преподаем и детям И взрослым У нас есть и курсы для детей И курсы для педагогов Курсы повышения квалификации Где выдается диплом Государственного образца Вот На курсы по робототехнике На курсы по программированию То есть У нас достаточно широкий спектр Вы спокойно можете зарегистрироваться на сайте У нас 20 секунд Куда заходить Сайт демоцентр Все Демоцентр.ру Да Друзья, у нас в гостях был тренер По спортивной робототехнике Марат Арарат Исаев Марат, большое тебе спасибо еще раз Спасибо, что пригласили Было крайне-крайне интересно Будем еще ждать И надеемся, что в ближайшем времени Узнаем еще больше о робототехнике Приходи, пожалуйста Было приятно Спасибо большое, друзья С вами прощаюсь тоже До завтра Влад Кутузов Страна ФМ Пока